Добрый день, дорогие братья и сёстры! Сегодня суббота и завтрашний день воскресный. Святая Матерь Наша Православная Церковь предлагает нашему вниманию евангельскую притчу о злых виноградарях. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 42. Итак, выслушайте другую притчу. Был некий хозяин дома, который насадил виноградник, обнёс его оградую, выкопал в нём точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. В виноградаре, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же ним. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдём убьём его и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон виноградника и убили. Итак, когда придёт хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена своя. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделается главой угла? Это от Господа и из дивного чах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадёт на этот камень, разобьётся. А на кого он упадёт, того раздавит. Эта притча – пророчество и обличение одновременно из уст Господа, произносимых современным его церковным учителям и наставникам народа. В этой притче Христос называет хозяином дома Богом и называет его человеком потому, что имеет великое и незреченное человеколюбие, любовь к человечеству. И сам, под конец времён, становится человеком для того, чтобы в себе исцелить грех и спасти человека от вечной гибели. Под виноградником понимается народ Божий, народ израильский. А точила – жертвенник, башня есть, храм, стена или ограда – закон, которому ограждается избранный народ Божий от внешнего языческого мира и от греха. Слова, говорящие, что хозяин удалился, говорят и о промысле Божьем, и о том, что закончился период явного присутствия и вождения Божьего по пути спасения народа израильского в виде столпа огненного. И Господь как бы со стороны теперь наблюдает за жизнью человеческого общества, которому дал всё необходимое для спасения и счастья. Под виноградами, разумеется, церковные учители, первосвященники, в руки которых вручает Господь свою паству, чтобы они возделали этот виноградник и приносили добрые плоды для вечной жизни. Что же мы видим в делах виноградарей? Они забывают отдавать должное Богу и богатеют себя, используя все плоды виноградника, в своё удовольствие. Господь, господин виноградника, посылает своих слуг. Это период пророков с большей или меньшей интенсивностью они обличают за облучших учителей церковных, напоминая им о том, как они должны возделать виноградник и что они должны приносить Богу. Но посланные пророки претерпевают уничижение, побои и смерть. Так происходит до тех пор, пока сына своего единородного не посылает господин виноградника. Говоря, устыдятся, убоятся сына моего, исправятся и принесут должный плод. Это же наследник. Убьём его, и всё будет наше. Тем самым Христос обличает злочестие и зависть фарисеев по отношению к нему и говорит о удивительном помрачении ума, когда люди, совершая грех, очевидный проступок, не видят следственных и исследующих за ним наказаний. Об этих наказаниях говорят сами слушатели притчи Христовой. На его вопрос, что сделает господин, отвечают, злых зле погубит и отдаст виноградник другим делателям, которые будут приносить добрый плод. тем самым Господь через их уста говорит о том, что заканчивается время Ветхозаветной Церкви, и виноградник, то есть народ Божий, будет отдан в другие руки. Он говорит о новом периоде, о новом завете, о новой жизни, о жизни в Духе, в жизни во Христе. Эта мысль не усваивается у слушателей. И он приводит обойную притчу, говоря о том, что тот самый камень, который строители здания отвергли, является главою угла, то есть как основанием этого строения. Более того, кто его отвергает, претерпевает двоякое искушение или спотыкается и падает, как бы ходя по неправильному пути, или бывает раздавлен этим самым камнем. Эта притча не только, впрочем, о Церкви Ветхозаветной. Мы можем её транслировать и на наш современный мир, на нашу современную жизнь, на нашу современную Церковь, на её пастыре и на её паству. Но мы можем рассмотреть её и с точки зрения каждого человека, рассматривая сердце как жертвенник, ум как башню, которая возвышается над всей жизнью и внимательно рассматривая рассматривая то, что происходит внутри человека и вокруг него. Аграта тот же самый закон. Хозяин тот же Бог, но Он Сам является виноградарем, которого сделает своё сердце, свой виноградник и приносит плоды для вечной жизни. И каждого из нас спросит Господь, какой плод мы принесли, смогли ли мы очистить своё сердце, смогли ли мы стать достойными наследниками божественной славы, последователями евангельского учения Господа нашего Иисуса Христа. Или, если говорить о плодах, мы должны вспомнить и притчу о смоковнице, которая была украшена множеством листьев, но не одним из плодов. Так часто и мы много обещаем, много хотим, желаем лучше поститься, мечтаем больше молиться, хотим делать больше добрых дел и прочее и прочее и прочее. Но, к сожалению, за нашими желаниями, обещаниями, как за некой листвой скрывается пустота. Там нет конкретных дел, нет плодов, а именно по ним, по плодам будет судить Господь каждого из нас, говоря, по плодам их узнаете их. Будем же мы уподобляться винограднику возделанному, приносящему добрый плод духовный, любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, крутость и воздержание, совершенствоваться у этих добродетелей, чтобы нам не напрасно носить великое имя христианин. Божья милость добудется всеми нами. поможем, я не gag